Субтитры создавал DimaTorzok По космическим законам, календарное лето наступает только в день летнего солнцестояния. Это будет в нынешнем году, 21 июня. И, в общем, до этого еще весна. Не надо удивляться, что пока еще холодное время, пока еще температура не достигла ожидаемых результатов. Всему свое время. Ну, если действительно по-серьезному проанализировать, что же нас ожидает и чему же готовится нынешним летом, а еще раз повторяю, что оно наступает 21 июня и заканчивается в день осеннего равноденствия, то бишь 22-23 сентября, то можно проследить следующие тенденции. Первое. Если построить космическую карту на 21 июня, то можно увидеть отчетно выраженную оппозицию или противостояние Солнца с Сатурном. Также Солнце находится не с Меркурием. Сатурн всегда связан с какими-то тяжелыми испытаниями, а с точки зрения погодных условий это еще и с холодом. Поэтому, в принципе, можно предполагать, что нас ожидает, в общем-то, не очень жаркое лето. Но это такая тенденция для северного полушария, потому что Солнце как раз находится на переходе из северного полушария в южное. И вот эта вот оппозиция ретроградного Сатурна, находящегося в Стрельце с Солнцем, говорит о том, что, в общем-то, нас ожидает достаточно устойчивой погодной тенденции. Вряд ли можно ожидать серьезных перепадов в погоде. И на это еще указывает ущербная Луна, находящаяся в соединении с Венерой. То есть, если будут какие-то переходы, то они будут достаточно мягкими и плавными. Луна в последней фазе, она вблизи Новолунии. В общем-то, это только подчеркивает то, что главные тенденции лета будут уже определены несколько ранее того, как оно наступит. Ну, в общем, оно и так уже нас не очень радовало. И не думаю, что оно нас так сильно порадует в ближайшее время. Также можно увидеть в течение лета еще и следующие тенденции. Как, например, благоприятные аспекты между планетами. Смотрю, что здесь несколько так называемых больших тригонов. Красные треугольники. Говорят о том, что, в принципе, лето будет достаточно предсказуемо. Есть люди, которые собираются брать себе отпуск, то, в общем-то, они могут это делать достаточно заранее. Ну, в общем-то, вряд ли произойдут какие-то серьезные перемены, которые бы заставили их подвинуться в своих планах. Типа цунами, вихрей каких-то враждебных, либо землетрясений. На это нет таких серьезных указаний. Тот же самый Сатурн, который находится в позиции к Солнцу, он, тем не менее, в замкнутом тригоне и с восходящим узлом, я смотрю, и с Ураном. А это говорит о том, что вряд ли серьезные тяжелые перемены, особенно связанные с погодными условиями, непредсказуемыми развитием событий. В плане землетрясений, извержений вулкана, бури, вихри, цунами и так далее, ожидают людей. Так что, в принципе, можно планировать уже свои отпуска до бархатного сезона включительно. И общее течение планет, как говорили средневековые астрологи, в общем, благоприятствует тому, чтобы серьезным и таким достаточно устойчивым планом людей. Но, правда, первая половина лета до августа месяца будет более предсказуема, чем, скажем, вторая половина, начиная с августа. Это рядом с 7 августа, и, скажем так, условно называем это серединой лета. Почему это так? Потому что там будут наблюдаться два затмения, частичное лунное и полное солнечное затмение, которое будет наблюдаться, соответственно, 7 и 21 августа. Это время достаточно серьезное, тем более, что некоторые положения планет свидетельствуют о том, что там могут действительно такие вот критические наблюдаться события. Может быть, они будут связаны с политической сферой, потому что там задействована еще и такая планета, как Юпитер и Марс. Она будет связана также с активностью людей и больших толп народа. Это действительно реально так. И, в общем-то, более-менее, скажем, это так или иначе связано больше с такими факторами катастрофы. Ну, кстати, Борис, если говорить о начальной стадии лета, то не надо забывать еще о положении такой планеты, как Плутон, дальней планеты. Ее вообще-то вывели из состава планет, современные астрономы. Ну, мы все равно астрологи считаем ее планетой. Она будет находиться до 15 июля включительно в так называемом разрушительном градусе Козерога. Единственная такая ложка дегтя в этой большой бочке меда. О чем она свидетельствует? Она свидетельствует о том, что людям, которые собираются в отпуск, надо избегать больших полк народа. Вот, действительно, в этом большой толпе народа нужно желательно не находиться. Ну, как бы на митингах, на стадионах. Также избегать и горных массивов. Вот здесь вот могут быть действительно реальные катастрофы. Потому что знак Козерога, в котором находится Плутон, и плюс некоторые дни плунного календаря, могут указывать на то, что надо держаться подальше от горных массивов, горных хребтов, и, в общем, как бы заниматься спелеологией, альпинизмом, ну, с большой осторожностью. Особенно избегать также больших толп народа в одном месте. Об этом свидетельствует, действительно, Плутон, находящийся в разрушительном градусе Козерога. Он также указывает на опасность массовых катастроф. И особенно это вполне реально, действительно, если это есть возможность, что их надо предотвратить, вблизи 3 июля, я особенно 3-4 июля обращаю ваше внимание на то, что эти дни вполне могут быть такими очень серьезными. Это серьезная такая, даже не ложка дегтя, это вот уже, скажем так, грозовое предупреждение. Единственное, кстати, за этот период, до начала августа месяца. Почему мы об этом говорим? Потому что в это время наблюдается период так называемого черного солнца. Есть такой период, когда Земля находится в точке наибольшего удаления от Солнца. Он получает минимум солнечного света. Мы не наблюдаем это, конечно, но на южном полушарии это отчетливо видно. Так вот, 3-4 июля действительно может быть временем серьезных катастроф. Причем катастрофы могут иметь человеческое лицо. Либо человеческий фактор очень силен как побудительные мотивы, как причина этих катастроф. Это могут быть все, что угодно в данном случае, все, что имеет сильную роль человеческого фактора. Ну, например, авиакатастрофы, катастрофы на поезде и на заводах. То есть вот такого рода событий нужно, если не ожидать, то, по крайней мере, стараться предотвращать в эти дни. Далее. Достаточно мирное время наступает у нас от 15 июля до начала августа. Там, в принципе, не наблюдается никаких катастрофических положений планет. И, в общем-то, если люди действительно хотят серьезно отдохнуть, то им представляется такая возможность очень хорошая. Где-то с 15-16 июля, может быть, даже с 17 июля до где-то 3-4 августа. Это практически три недели. Вот эти три недели для многих людей, если они действительно хотят отдохнуть в окружении своих друзей, в комфортной обстановке, у них все возможности такого рода есть. И, в общем, лучше всего действительно использовать водные пространства. Венера же будет находиться в лизнецах и в знаке рака. Ну, вот особенно в конце июля она войдет в знак рака. Она предполагает комфортные условия, связанные с водными массивами. Поэтому озера, либо берега морей, они очень благоприятствуют отдыху. Вообще по Венере судили еще и о комфортной обстановке. Насколько лучше использовать комфорт, личные взаимоотношения. И вот то, что она будет находиться в знаках тельца, близнецов и рака, а также в сентябре на бархатный сезон пойдет знак льва, это свидетельствует о том, что отдых вместе с друзьями, это близнецы, сначала до конца июля, а также в комфортной обстановке, и лучше в одиночестве, в консервативных условиях, когда она находится в знаке рака. Ну или на виду у многих людей, если кто-то любит отдыхать с помпой, буквально на раскрученных курортах, там лучше всего это делать в бархатный сезон в конце сентября. Вот об этом свидетельствует положение Венеры. На что еще следует обратить внимание в течение нынешнего лета 2017 года. Кроме вышеперечисленной ложки дегтя, следует обратить внимание еще на отчетливо выраженную квадратуру между Нептуном, который связан в данном случае еще и с морем, владыка морей Нептун, а еще и колебатель Земли, и его так называемая квадратура, то есть 90 градусов, причем отчетливо выраженная 90 градусов, к так называемой черной луне или к апогеи лунной орбиты. Следует предупредить многих людей об катастрофических последствиях, опасности, вредных привычек. Ну в частности, злоупотребление алкоголем может привести к катастрофическим последствиям, либо к катастрофам, либо к самоубийствам, либо к психическим отлагениям. То есть, короче говоря, это может вызвать очень нежелательные последствия, причем самое ближайшее время, поэтому вот надо избегать тех мест, где наблюдается большое количество людей, которые предаются подобного рода привычкам, то есть есть большая тенденция опасности пострадать от наркоманов, алкоголиков, либо в общем быть, стать жертвой подобного рода неудачных экспериментов со спиртным. То есть вот это следует на это обратить внимание, особенно если вы находитесь вблизи берега моря или на берегу моря. То есть, к сожалению, к большому есть тенденция, связанная с опасностью на воде. Такая тенденция может быть отчетливо заметна, особенно в августе месяце этого года, когда Черная Луна приблизится к Сатурну. А это будет, к сожалению, на следующий день после затмения Солнца. То есть затмение Солнца у нас будет 21 августа, а это соединение Черной Луны с Сатурном 22 августа. И в это время проявится отклик квадратуры Черной Луны к Нептуну. То есть самой квадратуры, которая включила гороскоп лета 2017 года. Вот поэтому большие опасности на воде, опасности, в частности, утонуть, имеют место быть как раз в середине и ближе к концу августа 2017 года. Я на это обращаю особое ваше внимание, поэтому не заплывайте далеко вообще, берегитесь воды и, скажем, заниматься серфингом или каким-то еще экстремальными видами водного спорта. Это не то, что исключается, но нужно соблюдать осторожность в эти дни. Далее, на что нужно обратить внимание в течение лета нынешнего года. И так критическим является август месяц. Вот в августе месяце действительно два затмения. Их тенденции, наверное, следует все-таки более подробно рассказать в следующий раз. На что я и хочу обратить ваше внимание, что в следующем выпуске будет более подробно рассказываться об августовских затмениях. А сейчас я просто хочу обратить ваше внимание, что в это время, в августе месяце, будут наблюдаться несколько критических аспектов на небе. Ну, то есть, сочетаний планет. Венера, например, и Меркурий будут находиться в тяжелом соотношении с Марсом. А это свидетельствует о разрыве устоявшейся связи, о конфликтах, о обмане, мошенничестве, воровстве, большой опасности. Это вполне вероятно может наблюдаться между затмениями, то бишь между 7 и 21 августа, приблизительно около 13-14 числа. 13-го числа августа месяца Меркурий, который связан с контактами, деловой активностью и информацией, перейдет в так называемую ретроградную фазу, где будет находиться аж до 6-го сентября. Это время считается не очень благоприятным для новых связей и контактов, для подписания важных документов, для общения с новыми людьми. И, в принципе, данное положение Меркурия очень хорошо только для завершения дел старых, которые, например, уход с какой-то работы, либо разрыв надоевших вам деловых связей и контактов. Вот для этого время весьма подходящее. То самое время, когда Меркурий находится в ретроградной фазе. Он будет находиться там до 6-го сентября и занимать место в зодиаке между львом и девой. Следовательно, данное время очень хорошо для того, чтобы уединиться от дел. Для отдыха тоже нормально, но для отдыха со старыми проверенными друзьями и знакомыми. Не для, скажем, проведения его в кругу новых друзей, непроверенных связей и контактов. Это весьма неблагоприятное время наступает. А наоборот, для того, чтобы, скажем, уединиться от дел, меньше говорить, меньше заниматься деловой активностью и больше уделять время, отдыху и, в общем, накоплению сил перед новым стартом. Данное время лучше всего использовать так. Обращаю еще внимание на положение Марса, который будет находиться в так называемом разрушительном градусе. Это будет 3-4 августа нынешнего года. Это время Марса в разрушительном градусе. Очень благоприятствует каким-то конфликтам, дракам, неожиданным, скажем, кризисным событиям, острым таким. И бытовому травматизму. Поэтому будьте очень осторожны в эти дни. Не поддавайтесь на провокации, не конфликтуйте со своими близкими и не вступайте в драки и конфликты. Также обратил бы я ваше внимание и на бархатный сезон. Это время, когда Солнце находится в знаке Девы. Время урожая. Время, предшествующее наступлению осеннего равноденствия. Время также достаточно благоприятное для поездок, путешествий. Меркурий в это время будет находиться в знаке Девы. Поэтому для новых связей, контактов после 6 сентября особенно, это очень наступает благоприятный период. Венера в это время будет находиться в знаке Льва. Почти что до дня осеннего равноденствия. Поэтому для молодых людей, которые жаждут новых знакомств и хотят быть в центре внимания, особенно для женщин, которые жаждают быть в центре внимания, которые считают себя королевами. У них как раз время их коронации наступает как раз очень благоприятное на отдыхе, на курорте. Как раз в этот самый период сентябрьский, бархатный сезон. Поэтому используйте этот период не только для полноценного отдыха, но и для собственного самопиара. Это тоже очень хорошее время, особенно для женщин. Оно будет приятствовать именно женскому пиару. Также обратил бы ваше внимание и на периоды новолуния и полнолуния. Периоды новолуния и полнолуния очень серьезно влияют на людей эмоциональных, на людей подверженных перепаду настроения, на людей склонных к психологической зависимости, а также лобильных психологических и подвергных перепаду настроений. Обращаю ваше внимание, что новолуния первая наступает 24 июня. День вообще-то очень интересный. Он связан на западе с так называемой Ивановой ночью. Ночь под Ивана Купала. Иван Купала у нас, правда, наступает на 13 дней позже. Это 7 июля, который не является таким неблагоприятным. А вот на западе он наступает 24 июня. Следующий новолуния наступает 23 июля. 23 июля также будет очень критический день, особенно для людей, которые настроены на что-то новое. Нужно отказаться от многих новых планов и проектов, а заниматься только своими собственными делами. Плюс очень благоприятное время у них для уединения и для отдыха. И следующая новолуния будет 21 августа. 21 августа эта новолуния совпадает с полным солнечным затмением, которое само по себе является критическим и предполагает очень серьезное к всему этому отношение и в большую степень осторожности. Обратил я также ваше внимание еще и на все так называемые критические дни, которые по лунному календарю, которые названы сатанинскими по-другому днями. Почему сатанинскими? Потому что в это время любые ошибки могут быть с очень тяжелыми последствиями. На это очень серьезно реагируют люди с лобильной психикой, люди подверженные влиянию, люди с хроническими заболеваниями. Они могут совершить большое количество ошибок. Хронические заболевания имеют тенденцию к обострению, особенно если они связаны с нервной системой. В это время очень легко совершить ошибки, о которых потом люди часто жалеют. В это время также наступает и серия непредвиденных опасностей. Это время также связано с дорожными транспортными происшествиями. И я советую вам не забывать об этом даже на курорте, даже во время отдыха или в общении с близкими людьми. Давайте перечислим эти так называемые сатанинские лунные дни. Напоминаю вам, что по лунному календарю мне пришлось его реконструировать. Этот календарь сейчас его все цитируют. А на самом деле он имеет происхождение свое от моей маленькой книжечки, выпущенной в 90-м году, которая называлась «Школа Глоба». Потом все прочие календари вышли из нее. Все практически. В том числе и с перечитением так называемых сатанинских лунных дней. 23 июня, день предшествующей до Волунио, как раз и называется сатанинским лунным днем. Будьте очень осторожны в это время, не поддавайтесь на провокацию. Исключено употребление в алкоголе сверх меры, конфликты на дорогах. И будьте соблюдать большую степень осторожности. Также 2 и 3 июля совпадает это с днем так называемого черного солнца. Также 9 июля, 17 июля, 23 июля, связанные с Новолунием. 31 июля и 1 августа, также сатанинский лунный день. Это, кстати, имейте в виду, что солнце в это время находится в так называемом еще разрушительном градусе, в 10-м льва. Поэтому соблюдайте очень большую осторожность, особенно в том, где вы проявляетесь лично сами, где вы пиаритесь, где вы находитесь в центре внимания. Это может привести отнюдь не к тем последствиям, на которые вы рассчитывали. Далее это 7 августа, связанное с полнолунием и с лунным затмением. 15 августа, 21 августа тоже, еще раз повторяю, это солнечное затмение. 29 и 30 августа, еще один сталинский лунный день. 4 и 5 сентября, предшествующие перемене фазы Меркурия. И поэтому здесь берегитесь также кражи, воровства, обмана, сплетен, клеветы. А также 13 сентября и 19 сентября. Вот эти лунные дни, обратите на них особое внимание, не поддавайтесь на провокации, будьте осторожны, соблюдайте бдительность. И дай бог вам удалось избежать тяжелых последствий ваших поступков, и дурные события вас не коснулись. Что у нас в сухом остатке? В сухом остатке у нас более-менее благоприятный конец июня для отдыха. И сентябрьское время начинает где-то с 6, 7, 8 сентября до 22 числа. Вот эти вот 2 и 3 недели у нас очень благоприятны для отдыха, для новых знакомств, для того, чтобы почувствовать себя полными сил, для накопления этих сил для будущего. Остальном лет, конечно, у нас будет достаточно серьезный, а особенно август критическим является. Но я думаю, что все это достаточно легко пережить, если мы все это знаем и принимаем меры безопасности. Я думаю, что мы люди все-таки не глупые, мы сообразительные, мы понимаем, что надо делать для того, чтобы оптимизировать даже самые дурные события. В завершении всего я хочу пожелать самого лучшего в течение лет. Спасибо за внимание и до новых встреч!